Цирк – это очень серьезно, это очень ответственно, ну это вообще круто. Мы хотим абсолютно для каждого донести, что цирк – это большой труд и это очень большая часть человеческой жизни. Меня зовут Венера Нагимова, мне 42 года, я являюсь руководителем агентства интернет-продвижения «Айбон». Венера, вы знаете, что число 13, которое на вас нарисовано для цирка, это очень такой знаковый момент. Вы не знаете вообще, почему 13 связано с цирком? Я, если честно, не знаю, но 13-е число мне всегда приносит удачу. Венерочка, скажите, пожалуйста, зачем вам это надо? Почему-то мне самое первое пришло – жонглирование, потому что мне всегда это очень нравилось, я всегда восхищалась людьми, которые жонглируют так красиво, у них ничего не падает. А потом подумала, что больше ничего не умею, может быть, меня в клоуны возьмут. Вы знаете, что клоун – это очень сложная профессия. Я почему сказала клоун? Не потому что я считаю, что это легко, а потому что меня восхищает их способность веселить людей, даже если у тебя на душе очень плохо. Это на самом деле большое искусство. Когда мой муж и мои дети узнали, что я решила принять участие в этом проекте, они, конечно же, сначала посмеялись. Я извиняюсь, я три месяца назад родила. Ух, молодец какая, поздравляю. Но я хочу показать, что декрет – это на самом деле очень веселое занятие. Ну, вы кувыркнуться сможете? Отжаться могу с колен. Можно? Да, конечно, пожалуйста. А сколько раз? О, как. Прекрасно. Все достаточно, спасибо. Все, не надо больше. Спасибо вам. Молодец. Мне сказали номер показать, я ничего не показала. Спросили, что я умею. Я поняла, что я ничего не умею. Ну, отжалась. Вот, ну, не знаю. Александр Юрьевич Дар, город Казань, 54 года. Я являюсь профессиональным тренером по теннису, по-большому, сноуборду, горным лыжам, йоге, винсерфингу. Удивите нас. Собственно, вот эти вот мячики, на самом деле, я с детства всегда детям показывал, как можно не только вот ладошкой держать, но и вот другой стороной ладошки. Одной рукой, второй рукой. Вот. И когда вот это все получилось, я вот все-таки научился вот так сначала одной-второй, а потом вот так вот жонглировать. Ну, пока немного. Вы же спортивный человек. Вы можете вот прям нам продемонстрировать что-нибудь? С радостью. Да. Ну, мне нравится боковая бакасана. Это вот в йоге, это примерно выглядит вот так. Ого! Прекрасно! Ну, есть поза павлина, она выглядит вот так. Отлично! Да, спасибо! Спасибо! Это потрясающе, друзья! Эти несколько минут – это одни из самых счастливых фрагментов моей жизни. Вы знаете вот это волнение и способность проявиться максимально так творчески, насколько я могу. Я даже не знал, что я так могу. Благодарю, спасибо! Спасибо! Да, у меня получилось прям раз, там, девять. Да, я не могу. Ну, ты реально так было. То есть я там… Ну, что ж, впервые на арене цирка. Зовут меня Сергей. Я из Казани, мне 37 лет. А я хотел бы освоить здесь, как минимум, воздушного гимнаста, или, как правильно, воздушный акробат. Скажите, пожалуйста, вам сейчас 37 лет. Да. Как вы можете воздушным гимнастом быть? Это нереально. Почему? Наоборот, теперь реально. Но на один красивый прыжок меня хватит точно. Я в восторге от того, что там происходит. Я бы хотела всех призвать к тому, что и напомнить, что все-таки наш проект, он сделан для того, что каждый может. Вне зависимости, сколько лет, если он хочет стать воздушным гимнастом в 50 лет, значит, пусть он попробует и станет. Мы никому не ставим здесь никаких рамок. На самом деле, там очень классно. Я не знаю, что он хочет стать воздушным гимнастом. и, конечно, не знаю, что он хочет. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, Артур, ты смотришься хорошо. Меня зовут Паркоменко Мария, мне 41 год. Сейчас я веду социальный проект и работаю в некоммерческой организации «Оно круглый год». Я многодетная мама, у меня трое детей, поэтому к цирку я готова абсолютно. У меня три мальчика. Один из них учится в цирковой школе с этого года. Он меня сюда и направил, сказал, мама, конкурс, теперь выступать будем вместе. Мне хочется удивить себя, и то, что я вообще здесь, это уже как один из шагов удивления самой себя. И получить удовольствие, и поделиться тем, чем я владею, может быть, какой-то радостью, которая есть в душе. Я хотела бы показать вот такой небольшой функциональный музыкальный номер. Можно? Отлично. Да, можно включить. КОНЕЦ КОНЕЦ Цирк – это детство. Безграничные возможности человека. Праздник. Это что-то такое вау, что-то такое крутое, суперское подъем. Фейерверк эмоций. Счастье – это радость. Это магия. Цирк – это детская мечта. Наверное, так. Цирк – это алхимия чистого и радостного. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу быть воздушной гимнасткой. Горе мне нежился султан, эх, султан! Ему счастливый жребий дан, жребий дан. Он может сотни жен ласкать. Хотел бы я султаном стать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!